В сочинском дельфинарии премьера необычный футбол с необычными футболистами. На подготовку новой программы ушло больше месяца. Дельфины и морской лев с футбольными мячами с тренером дали старт обратному отчету до открытия Кубка Конфедерации. Пойдем на ближайший матч, который у нас будет на фишке. Бельгия, Россия. Так и готовились, смотрели какие приемы отрабатывают настоящие футболисты и пробовали переносить их уже на помост. Кубок Конфедерации – международный футбольный турнир, который проводит страна-хозяйка чемпионата мира за год до первенства. Ровно через 100 дней на стадионе Фишт выйдут первые игроки. К этому мероприятию в Сочи готовятся тщательно. Всегда, когда выходишь на прямую линию, сердце начинает йокаться примерно так же, как идет отчет времени. Потому что предстоит еще, всегда кажется, что вот-вот что-то не успели, что-то не доделали. Но у нас уже 28 марта первый будет матч на стадионе Фишт. Он тоже проводится исключительно для того, чтобы увидеть ошибки, увидеть недоделки. Матчи примут в четырех российских городах Петербурга, Казани, Москве и Сочи. Следить за двухнедельным футбольным праздником будет весь мир. Отметить 100 дней до Кубка Конфедерации в Дельфинарии решили неспроста. В городе-курорте футбол любят все, даже дельфины. Именно их умелое владение мячом и привело многочисленных зрителей в восторг в финале. Уже сложно было сказать, что гостям праздника нравится больше – дельфины или футбол. Ну еще дельфины, да, когда там, ну, все, что они делали, мне понравилось. Он очень важен для Сочи. А Кубка Конфедерации – это чемпионат между странами, которые выиграли чемпионаты своих континентов. Мне кажется, это крупное будет мероприятие, потому что все его ждут, в России проводят футбол. Кубок Конфедерации – событие, которое коснется каждого. Вся Кубань играет в футбол, так назвали программу, посвященную подготовке молодежи к проведению финала чемпионата мира по футболу в 2018 году. Для тех, кто спортивные события будет освещать, придумали специальный конкурс. Конкурс на лучшую публикацию в средствах массовой информации, лучшую дизайнерскую, лучшую работу в сфере картины, и лучшее стихотворение, и лучшую фотографию. Участвуют в конкурсе любой желающий, приносят заявки в городское собрание Сочи, в кабинет номер 37, общественная палата. О масштабности предстоящего события в Сочи теперь напоминает новый объект. В парке Ривьера открыли указатель расстояния до стран участниц Кубка Конфедерации. В честь этого события в небо выпустили гигантские воздушные футбольные мячи.